Здравствуйте! В эфире новости в студии Ирина Зайцева. Сегодня главная тема выпуска. Лучшие из лучших волонтеров и активистов чествовали на площади славы. Только яркие краски в художественной школе выпускникам вручили аттестаты. Праздник Триколора, как в Серпухове отметили День государственного флага. Накануне Дня государственного флага на площади славы чествовали тех, кто был на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, волонтеров и активистов. На торжественном мероприятии 8 серпуховичей получили паспорта. Главный документ гражданина Российской Федерации им вручила глава Юлия Купецкая. На площади славы глава Юлия Купецкая поздравляет жителей и гостей мероприятия с Днем российского флага. Звучат слова благодарности в первую очередь для тех, кто оказывал помощь нуждающимся, рисковал своим здоровьем в период пандемии. У нас была очень тяжелая весна, у нас было непростое лето, но мы были все рядом. И, наверное, это самое главное. Самое главное, что наши жители знали, куда обратиться. Наши жители были уверены, что в трудной ситуации помощь всегда рядом. И есть те люди, которые готовы в любой момент бросить все и оказать всю необходимую помощь. Сергей Сорокин – президент серпуховского отделения Всероссийского мото-клуба. Мужчина рассказывает, ночные волки одними из первых пришли на помощь в борьбе с коронавирусом. Волонтерам – это, вы знаете, вся наша душа, весь настрой. Мы помогаем людям, помогаем молодежи расти в духе патриотизма, помогаем людям, тем, которым тяжело в этот момент. Серпухов, наверное, один из лучших городов, один из более сплоченных. Я вот смотрю по остальным, да, у нас очень много волонтеров, очень много. Мы пересекались с другими волонтерами города. Я думаю, мы справились, мы лучшие. Лучшие из лучших на мероприятии получили паспорта. Главный документ гражданина Российской Федерации Юлия Купецкая вручила победителям школьных олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований. Кирилл Мельников – один из восьми счастливчиков. Так он считает сам. Получить паспорт из рук главы, я считаю, это очень запоминающим моментом. И какая-то гордость даже присутствует. То, что именно я – это очень приятно. В торжественной церемонии участвовали почетные гости. Депутат Совета депутатов Евгений Клюев, Болгочин и Серпуховского церковного округа священник Игорь Чебан, подполковник полиции Наталья Прилуцкая. Аттестаты об окончании обучения сегодня получили почти 60 воспитанников детской художественной школы имени Бузовкина. Из-за сложной эпидемиологической обстановки мероприятия сдвинули на конец лета. Торжественная часть прошла на школьном дворе. Праздничному настроению помехой это не стало. В окружении живописной россыпи цветов в школьном полисаднике состоялось вручение дипломов об окончании детской художественной школы имени Бузовкина. Всего в 2020 году учебное заведение выпустило порядка 60 учеников. Многие почти 10 лет провели за этюдниками художественной школы. Впереди множество свершений у будущих дизайнеров, иллюстраторов, реставраторов и преподавателей изобразительного искусства. Выпускники с оптимизмом смотрят вперед и благодарят преподавателей за их труд. Учиться было достаточно сложно, но некоторые предметы были очень крутыми. Когда я закончу высшее учебное заведение, скорее всего, я приду преподавать сюда. Потому что оно как уже родное стало, да, полжизни здесь проучилась. Хочу в этом направлении пойти тоже по жилописи, потому что очень нравится. Я очень благодарна им, потому что это все-таки нелегкий труд с нами, подростками. Вот, спасибо. Преподавателям художественной школы и грустно, и радостно одновременно. Столько душевной теплоты и знаний они вложили в детские головы и сердца. Они для нас очень много значат. Они самые любимые, самые хорошие. Да, они, конечно, иногда хулиганят, но в этом и заключается, наверное, наша профессия для того, чтобы направить их, подсказать их. Из-за сложной эпидемиологической обстановки собрать всех выпускников разом не удалось. Да и сам выпускной перенесли на несколько месяцев. На протяжении всего дня преподавательский состав приглашал юных художников небольшими группами и под открытым небом вручал им дипломы. Много теплых слов прозвучало в уютном дворике художественной школы. Было с самого начала, может быть, и нелегко, но потом все мы трудности с вами преодолели, да. И я думаю, что останется в душе у вас только самое хорошее, положительное. И самое главное, наверное, это дружба, которую вы потом пронесете через всю свою жизнь. А совсем недалеко от места проведения торжества будущие выпускники учебного заведения постигают искусство рисования с натуры. Еще два года есть у ребят этой группы перед выходом в большое и интересное приключение под названием «Взрослая жизнь». И пусть в нем их сопровождают только радостные краски. Российский флаг отмечает свой день рождения. Впервые триколор подняли над Белым домом в Москве в 1991 году. С тех пор ежегодно 22 августа в России проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню флага. Серпухов присоединился к празднованию на двух площадях. Владимира Храброго и Славы, активисты Серпуховского отделения молодой гвардии, раздавали жителям журналы «Воинская доблесть» и ленточки с российским триколором. Празднования прошли в Центре реабилитации «Меридиан». Дети, разделившись на две команды, с азартом участвовали в эстафетах. В этот день проигравших не было, победила дружба. Каждому участнику вручили грамоту, памятные призы и мороженое. В завершении веселых стартов ребята приняли участие во флешмобе, изобразив российский триколор. Из отпуска в школу и детский сад. Как получить справку в один шаг для ребенка к новому учебному году? Расскажем в нашем сюжете. Серпухов входит в зону пилотного проекта услуги «Справка в один шаг». Минуя очереди документ можно оформить за считанные минуты в специальном кабинете детской поликлиники. «Кабинет справки в один шаг был организован для того, чтобы родителям было удобно получить в одно посещение необходимую документацию для ребенка, идущего первый раз в детский сад или для ребенка, который долгое время находился в отпуске». Педиатр спрашивает родителя о здоровье ребенка и проводит первичный осмотр. Если все в порядке, врач тут же оформляет справку. «Кабинет справки в один шаг и работает с 20 августа по 31 августа в следующем режиме. С 8 до 8 утра в будние дни, в субботу с 8 до 15. Интервал приема составляет 10 минут». Медики советуют записаться для получения справки через электронную регистратуру. Если такой возможности нет, документ можно получить без записи при наличии свободных мест. Напомним, проект «Справка в один шаг» был создан в 2015 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Уже три недели в Серпухове работает летний трудовой лагерь. Юноши и девушки проводят уборку территорий. Бригады из Центра по профориентации и трудоустройству молодежи по 4 часа в день стараются сделать Серпухов чище и красивее. Илья Сиразов продолжит тему. Каждый будний день с 9 утра воспитанники Центра по профориентации и трудоустройству молодежи начинают облагораживать наш город. В этом году из-за пандемии трудовые бригады приступили к работе не с июня, как обычно, а с августа. Хочется поблагодарить администрацию, что у нас состоялось трудоустройство в это сложное время, в этот сложный период. И ребята в августе могут потрудиться. Они убирают город, они работают на стадионах, в монастыре, в парках, скверах. Это благоустройство нашего города. 164 человека в возрасте от 14 до 18 лет на 31 объекте собирали мусор, подметали, косили траву, подстригали кусты и даже наносили разметку на реконструируемом стадионе «Спартак». Здесь мне больше нравится, то есть к нам тут относятся хорошо, трепетно переживают все за нас. Ну и в общем мне нравится сам «Спартак», потому что это недалеко от моего дома. Я решил пойти поработать, поскольку хочется себе купить вещь, но у родителей нет денег. Я их прекрасно понимаю, как ни крути, у нас идет сейчас стройка на даче. Это важно для большевика в плане экологии. Улица становится чище, поприятнее гулять, нежели чем когда везде мусор лежит. За свою работу ребята получат по 13 тысяч рублей. Неплохой заработок для подрастающего поколения. В сентябре в свободное от учебы время юноши и девушки смогут трудиться на благо Серпухова. Правда, при этом они будут заняты не 4 часа, как летом, а всего 2,5. Ремонт дорог в городском округе Серпухов продолжается. Совсем скоро автомобили поедут по новому асфальту на улице Ферсова. Работы по замене бордюрного камня и укладке нового покрытия в самом разгаре. Временно будет перекрыто движение на участке дороги от пересечения улиц Ферсова с Ворошилова до пересечения Ферсова с Советской. Ремонтные работы пройдут с 21 по 24 и с 28 по 31 августа. В дальнейшем на этом отрезке будет организовано двухстороннее движение. А на сегодня это все. Далее смотрите прогноз погоды. Следите за информацией в сети интернета, на нашем сайте, на официальном сайте администрации и в социальных сетях. Будьте в курсе событий, не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 ...бригады, собственное производство, контроль качества на всех этапах изготовления и установки, гарантийное и постгарантийное обслуживание, обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке, натяжные потолки от студии Парсек. Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога вы можете заказать по телефону 76 48 48, код города 49 67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова